Сегодня в Центре русской культуры города Таллина закончилась только что презентация ваших двух книг. Расскажите, пожалуйста, для какого читателя, какому адресату они предполагались вами представить их? Я, будучи приходским священником, получал те или иные вопросы на протяжении многих лет. И поскольку я довольно много выступаю на радио, на телевидении, в студию мне звонят и пишут, и я решил собрать основные вопросы, связанные с празднованием Пасхи, воскресных дней, переживанием воскресных дней в Церкви и Великопостным временем, и попробовать дать ответ не каждому индивидуально, а всем вместе. Для этого самый хороший формат показался книжный. Это ответы на вопросы людей, которые ищут свой путь в Церковь, самых разных. Разных по профессии, разных по возрастам, но думающих, ищущих. Вот для них эта книжка. Отец Александр, а вот проблема есть и такая, что сейчас поколение, и особенно молодое поколение, к сожалению, книгу отставляет далеко и пользуется больше интернетом, телевидением даже гораздо меньше. Вы человек, у которого прекрасное, блистательное образование. Практически их два, светское и духовное. Это исторический факультет, аспирантура Московского государственного университета. Это духовные семинарии, это Московская духовная академия, аспирантура. Тут даже трудно перечислять и ваша преподавательская деятельность. Вы руководили отделом катехизации, поэтому вам, наверное, очень хорошо известны вот эти проблемы. С вашей точки зрения, вот как для молодого человека, может быть, в первую очередь, донести какие-то смыслы, особенно которые, может быть, сегодня очень важны, чтобы он не потерялся вообще в суете, в бытовых каких-то проблемах. Слишком много кризисов разного плана и вызовов очень много. Поэтому вот как быть, какой ваш совет? Ну, я человек старомодный, поэтому, мне кажется, ничего нет лучше, чем пахнущие свежей краской страницы. И всегда люблю бумажные версии. Мы, конечно, у нас есть, конечно, электронные какие-то варианты тех же самых книг, и они существуют. Но ведь склонность получать информацию через социальные сети, интернет, это склонность ленивого человека. И это подразумевает клиповость сознания. Здесь что-то схватил, вот там какой-то виск, вот здесь какой-то писк. Это все складывается в некую мозаику, и она не будет полной. Ты должен, ты должен стремиться самостоятельно мыслить. Если ты будешь стремиться самостоятельно мыслить, ты неизбежно столкнешься с тем, что надо читать. В голове очень часто возникает такой определенный хаос за счет того, что идет подмена многих понятий. И то, что считалось всегда традиционно истинными ценностями для многих культур, для многих конфессий. На сегодняшний день очень часто подвергается совершенно такому переворачиванию с ног на голову. Поэтому вот в этом хаосе можно и потеряться. Вот как найти тот самый важный камертон, который будет позволять человеку вообще двигаться в нужном направлении? Для меня здесь нет вопроса. Есть Евангелие. И если ты читаешь Евангелие, то у тебя могут возникнуть вопросы по его чтению. Что вот это значит? А вот это, что Спаситель хотел сказать. Но эти вопросы возникают от источника, от самого Евангелия. Ясно, что если ты будешь читать Mein Kampf, то у тебя и вопросы будут другие, и содержание твоей жизни будет совершенно другим. Если ты читаешь что-то бесовское, то вот так оно и происходит. Если ты соглашаешься на каком-то этапе, вот я человек, даже пока не принадлежащий, но рожденный в христианской культуре, почему бы мне не разобраться в этом? А если разобраться, что это значит? Значит, надо начинать Евангелие. Оно поставит бесчисленные вопросы. Бесчисленные. Но ты отойдешь от клиповости сознания. Ты отойдешь от хаоса, о котором вы сказали. Ты возьмешь блокнот и станешь писать, что вот здесь имелось в виду. Если ты задаешь эти вопросы доброкачественно, ты найдешь ответы. Где? Где угодно. У опытного священника, у святых отцов, в богослужении, в личной молитве. Христос тебе даст ответы. Но ты должен Христа спрашивать. Отец Александр, очень часто, что люди, те, которые далеки от церкви, мы говорим не о людях, которые воцерковлены или принадлежащие каким-то разным конфессиям, а именно те люди, которые, может быть, еще для себя не выбрали этого пути или, так сказать, вообще придерживаются атеистических взглядов. Вот для них, для этих людей, что может быть на сегодняшний день, вот с точки зрения вашей, очень важной ориентиры? Какие? Видите, говорят правильно, не вольник, не богомольник. Нельзя человека заставить обратиться ко Христу. Так бывает, очень много бывает несчастливых людей, которые и Евангелие есть под рукой, и церковь рядом, священник замечательный, а сердце холодное. Нет желания ни обратиться, ни помолиться. И надо прямо сказать, мы не можем ничего сделать, мы можем открыть двери для этого человека, но переступить за него порог мы не станем, не сможем. Поэтому, если говорить о таких ориентирах, вот, апостол Павел говорит, язычники по естеству добрые творят. То есть, если человек живет какой-то порядочной жизнью, порядочной, нормальной, добродетельной, не лжет, то есть надежда на то, что Христос когда-то его коснется, и для него будет несложно переступить этот порог, о котором мы сейчас говорим. В остальном, я не сторонник того, чтобы советовать читать, например, святых отцов. Святые отцы писали очень давно, их язык может показаться скучным и архаичным. Но вот у вас же есть какие-то проблемы, говоря об этих людях, у вас же есть какие-то проблемы, которые вы переживаете. Посмотрите, что об этом писали умные верующие люди в 30-е, 40-е, 50-е годы. Их очень много, и было бы желание, интернет нам предоставляет все сейчас возможность прочтить, что они об этом думают, о политических проблемах, о таких проблемах. И, может быть, вас заинтересует христианская точка зрения на тот или иной вопрос? Очень часто возникает ситуация, когда человек, может быть, решился уже, и вот этот порог церкви переступает, и в этот момент происходит какое-то столкновение с чем-то для него, может быть, неожиданным, какие-то замечания. И его очень часто, пытающегося открыть эту дверь и войти, каким-то вот таким настроем перебивают, и он уходит из церкви, что очень жаль, конечно. Как вы считаете, вот при такой ситуации стоит ли обижаться или все-таки, так сказать, прийти за тем главным и все-таки найти это живое общение, о котором вы говорили? Увы, у нас православных ведьм много. И так отбреют человек, что ему потом долго не захочется приходить. Но есть хорошая пословица. На обиженных воду возят. Обижаться не надо. Обижаться не надо, потому что люди, которые оговаривают тебя, делают тебе замечания сами несчастные, что-то у них не случилось важного в жизни. Потому что иначе бы они знали, что Христос всех принимает. И нагих, и голодных, и плохо пахнущих, и всяких. И поэтому не оставляй того, зачем ты пришел. Пришел за Христом, сражайся за Христа. Писание говорит, царство небесное берется силою, и его собирают те, кому оно всерьез нужно. А всерьез нужно, не бойся. Ты же вот, когда приходишь на собеседование, на работу, тебе и нахамить могут, и еще что-то. А тебе нужна эта работа. И ты ее получаешь. И ты приноравливаешься к начальнику, коллегам и так далее. А здесь речь идет о совершенно неизмеримо более важном. Глупцов кругом много, а пришел ты к единственному умному, к спасителю. Продолжение следует...